Если затупились ножи мясорубки, то их можно легко заточить самостоятельно дома. Беру наждачную бумагу и вырезаю из нее круг по размеру решетки. В середине делаю отверстие. Собираю мясорубку, установив наждачную бумагу между ножами и решеткой, и включаю ее минут на 5. Отрезаю нижнюю часть пластиковой бутылки, в верхней части вырезаю большой прямоугольник. Получается вот такой защитный кожух, который надеваю на мясорубку. Теперь, чтобы я не проворачивала, будь то фарш, либо какие-то ягоды, эта защита никаким брызгам не позволит разлетаться вокруг. У пластиковой бутылки отрезаю горлышко, саму бутылку разрезаю пополам, а также делаю вырез равный по ширине столовой ложки. И при помощи такого нехитрого приспособления буду формовать тефтели. Ложку смачиваю холодной водой, пластиковую заготовку опускаю в подготовленный фарш и ложкой вынимаю округлую заготовку. Все они будут примерно одинакового размера. Обжаривать котлеты буду без добавления масла. Выкладываю их на хорошо разогретую сковороду и в центр каждой вдавливаю кусочек льда. Огонь под сковородой чуть выше среднего. Как только лед в котлетах полностью растаял, а произойдет это примерно через 3-4 минуты, вот такая неимоверная красота получается. Котлеты очень аппетитные, румяные и потрясающе сочные. В небольшую емкость наливаю теплую воду и выдавливаю несколько капель средств для мытья посуды. При помощи губки вспениваю. Теперь можно с легкостью помыть посуду с небольшими загрязнениями. И посуда чистая, и моющее средство расходуются экономно. Чтобы легко и просто счистить вот такой нагар на решетке из духовки, беру пластиковую ненужную карточку, делаю на ней разметку и уже по разметке небольшие прорези в виде треугольников. Вся грязь счищается за считанные секунды. Чтобы быстро почистить целую головку чеснока, делаю срезы на ней и сверху, и снизу. Теперь помещаю головку в баночку, закрываю крышкой и хорошенько трясу несколько секунд. Вуаля! Зубчики отдельно, шелуха отдельно. Все получилось. Хороший урожай чеснока всегда хочется сохранить до весны, а то и до лета. Как всегда, воспользовалась вашим ценным советом. Беру небольшую корзинку, на дно которой слоем выкладываю лавровый лист. Укладываю головки чеснока, обязательно проверив на целостность. И сверху чеснок также прикрываю лавровым листом. Храню чеснок, как обычно, в сухом, прохладном, темном месте. Проверим. Надеюсь, этот способ сработает. Нарезать чеснок на пластины можно без ножа. Использую терку в ту ее сторону, где есть вот такие большие прорези. Не торопитесь выбрасывать яичную скорлупу. Пленка, которая находится внутри, сослужит вам очень добрую службу. Особенно, если есть небольшие царапины, раны или ожоги. Достаточно эту пленку от скорлупы аккуратно отделить и наложить на больное место. Я вот, например, слегка обожглась. Уже через несколько минут наступит облегчение, и ранка или ожог заживут гораздо быстрее. Кстати, вы знали, что балерины при помощи этой пленочки от яиц лечат свои мозоли? Чтобы все остатки кетчупа переместить в горлышко, делаю так. Бутылку ставлю вверх дном на полотенце. Собираю края полотенца вверх и начинаю бутылку в полотенце раскручивать. Теперь весь кетчуп спустился, и можно его использовать без остатка. Мамы школьников точно меня поймут. Шариковая ручка на рукавах, да и на всей рубашке. Любимая скатерть вся в пятнах после праздников. Или кроссовки, белая подошва которых уже начала желтеть. Вы уже знаете, что я часто пользуюсь кислородным очистителем бренд-фри. Теперь у данного бренда появилась новинка – кислородный карандаш. И сегодня протестирую его вместе с вами. Упаковка маленькая, компактная, но на ней четкая, ясная и понятная инструкция. Сам карандаш имеет дополнительную защитную упаковку, разделенную на несколько секторов, которые освобождаются по мере необходимости и использованию карандаша. Приступаю к очистке и начну, пожалуй, с белой рубашки. На рукаве которой следы шариковой ручки и есть пятно, явно посаженное в столовой. Использовать кислородный чудо-карандаш предельно просто. Загрязненный участок ткани нужно обильно смочить горячей водой и нанести очиститель на пятно. Уже в процессе, так скажем, рисования карандашом становится заметно, что следы ручки бледнеют, как, впрочем, и жирное пятно на рубашке. Теперь загрязненные участки ткани нужно слегка потерять руками, чтобы образовалась пена. Появляются вот такие маленькие пузырьки. Оставляю очиститель работать минут на 15. По истечении 15 минут уже становится видно, что пятна еле заметны. Остается лишь постирать рубашку, как обычно, с другими белыми вещами. Рубашка постирана и уже высохла. Вся она идеально чистая. Никаких жирных пятен на рубашке нет. Проверяю левый рукав. Следов от шариковой ручки тоже нет. Все прекрасно очистилось. Теперь буду чистить любимую скатерть. На ней два вот таких пятна от томатного соуса и гранатового сока. Часть скатерть с загрязнениями обильно смачиваю водой. Наношу очиститель. Особенно на пятне от сока заметно, как оно сразу же начинает менять цвет. Сначала семеет, потом начинает желтеть и светлеть. Теперь ткань хорошенько тру руками, чтобы образовалась пена. И оставляю на 15 минут. Даже через 15 минут уже прекрасно заметен результат. Пятна полностью исчезли. Стираю на обычном режиме для белых хлопчатобумажных тканей. И посмотрим на нее уже в высохшем состоянии. Все прекрасно отошло. Никаких пятен как не бывало. Я очень довольна результатом. Теперь перейду к белой подошве на обуви. При помощи чуда карандаша попробую освежить подошву у этих кроссовок. Саму подошву смачиваю горячей водой. Прохожу карандашом-очистителем по всей поверхности подошвы. Теперь при помощи губки очиститель вспениваю. Оставляю на 10-15 минут. После подошву тщательно протираю и промываю водой. Ну а теперь можно сравнить со вторым кроссовком из пары. По-моему результат налицо. Результат работы очистителя в виде карандаша меня очень порадовал. Со своей задачей чудо карандаш справляется на отлично. С его помощью можно чистить одежду, обувь, головные уборы, мебель и ковры, детские игрушки, ремешки часов и даже салон автомобиля. Ну и конечно же очень важное достоинство карандаша-очистителя – это его безопасный состав, который не отказывает воздействия на кожу человека. Доступная цена и экономичный расход. Ссылку где и как можно купить чудо карандаш-очиститель от Brand Free оставлю как всегда в описании под видео. Обязательно переходите и приобретайте. В измельчитель кладу филе куриной грудки, небольшую луковицу, небольшую картофелину, разрезанную пополам, одно яйцо, добавляю соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и всыпаю кукурузный крахмал. Измельчаю все до однородного состояния. Чтобы лоток аэрогриля не слишком сильно пачкался, не обязательно покупать специальные вкладыши, которые, кстати, достаточно дорогие. Из полученного фарша формую небольшие наггетсы. Укладываю в аэрогриль и, выставив температуру 180 градусов, готовлю 15-18 минут. Получаются вот такие чудесные булочки-наггетсы. Чтобы крышка заварочного чайника не падала и не терялась, можно ее зафиксировать при помощи красивого шнура. Оборачиваю шнуром ручку крышки и пропускаю его сквозь ручку чайника. Зафиксировав размер шнура, крышку снимаю, кладу на стол. Чайник переворачиваю. Один кончик шнура кладу в виде петельки сверху, второй снизу. Пропускаю шнур в эти петельки. Все повторяю до тех пор, пока вдоль крышки не появится шнур, завязанный вот таким простым, но красивым узором. Концы нити обрезаю и при помощи зажигалки запечатываю, чтобы шнур не развязался. Теперь крышечка всегда при своем чайнике никуда не денется и меньше шансов ее разбить.